На плите везде варенье у меня все варится, а этим сладким угощением сила наша славится. На ярмарочной площади в день города по уже сложившейся традиции угощали вареньем. Сладкое лакомство было сварено не только из самых разных ягод и фруктов, но и овощей. Жители города пробовали варенье, охотно покупали, а члены жюри ставили оценки. Участники же фестиваля нахваливали свой товар. Подходите, покупайте, все варенье разбирайте. Очень вкусное варенье, всем поднимет настроение. Очень вкусное варенье только у нас, по доступным ценам и оригинальные вкусы. Все варенье сварено нашими школьниками, их родителями, но запаковано точно только нашими школьниками. Одноклассники. Зимное варенье есть? Конечно. Варенье из древня у нас есть, варенье из огурца, варенье из яблока и лука. Самое интересное, что нам понравилось, это кабачок, апельсин и банан. Очень интересное сочетание. Но, к сожалению, у нас очень быстро разобрали варенье из лаванды и варенье из тархуна. Их забрали быстрее всего. А самим какое варенье больше нравится? Мы больше всего глазеем на мяту. У него еще такое название – сладкие губки. Прям привлекает, да. А пробовали? Пробовали. Мы почти все, что тут было, пробовали еще в прошлом году. Ну, как торговля вообще идет? Торговля идет очень хорошо. У нас уже две выручки забрали, к сожалению. Опять набираем новую. Мы участвуем в фестивале варенья. На фестиваль мы предоставили варенье, где основной ингредиент идет яблоко. Яблоко с забавлением шиповника, чернослива, лимона, грецкого ореха, крыжовника, терномника. Исходя из этого, мы испекли пироги со свежими яблоками. Испекли сплатки пирог с яблочным вареньем. И хотели удивить жюри вот таким вот яблочным набором. Что удалось удивить? Думаем, да. И лотерею вырганизовали? Да, мы организовали лотерею. С помощью лотереи жюри оценивало и выбирало варенье. Здесь же на ярмарочной площади можно было услышать удивительные перезвоны. С мастер-классом, в котором мог принять участие каждый желающий, приехал руководитель школы церковных звонарей города Воскресенск Московской области Сергей Медведев. У него уже более двух тысяч учеников. Цель, которую ставит перед собой школа звонарей – возрождение традиций колокольного звона по всей России. С помощью колоколов можно воспроизвести больше две тысячи звонов в разных традициях городов России. Это наша культурная ценность. У нас здесь шесть колоколов. Каждый колокол воспроизводит до 45 где-то звуков разных, разной мелодии. И они когда все вместе звучат, это вот, например, какие-то рисунки колокольных звонов. И они в зависимости от какого звона определенного, они меняют разные мелодии. Сегодня знаменитые такие колокольные звоны слышат, например, там, вальц колоколов. Это еще его используют как венчальный звон. Потом звон Новодевича, ростовские звоны, московский трезвон. И звоны в разных традициях других городов. Сегодня мы... Сколько мы сейчас услышали? Вы сейчас услышите вальц колоколов. Еще его используют как венчальный звон. Вальц колоколов В это же время в Арт-Овраге прошло представление на воде Иванда Мария Костромского областного театра «Кукол». Зрителям была показана фантастическая сказка на воде. Так назвали жанр сами создатели. Режиссер и художник-постановщик Марина Путкова, она же в числе сценаристов. Хореограф-постановщик Мария Качалкина, композитор, заслуженный деятель искусства России Елена Лебедева. Еще один сценарист Татьяна Лаврова. Это внештатные сотрудники театра. В фэнтези на воде Иванда Мария спектакль необычный. Действо разворачивается и на воде, и на берегу. Сюжет довольно простой и поэтому легко запоминающийся. Две стихии, вечно враждующие между собой, огонь и вода, встречаются в очередном поединке. Но вместе с ними в битву вступают и их дети. Как и положено в сказках, добро и любовь побеждают ненависть и зло. И всю эту захватывающую историю сопровождают красочные декорации, танцы, оригинальные костюмы. Теперь отныне вы Иван да Мария. Любовь, живительная сила, которая способна вдохновлять в ней много нежности. Наши дети дали нам большой урок. Ради любви пошли они на жертву. И вы поверьте, не хочется нам воевать друг с другом. Место действия очень органично вписалось в сюжет. Зрители уютно разместились на одном берегу небольшого пруда, а спектакль шел на другом. Главный режиссер Костромского театра «Кукол» Михаил Логинов отметил, что артисты много гастролируют, получая положительные отзывы. Спектакль Иван да Мария экспериментальный. И, как показывает гастрольная жизнь, эксперимент удался. Многие смотрят, говорят, и такое бывает. Да, бывает и такое. Для меня успех этого спектакля – это, честно говоря, неожиданность. Но радостная неожиданность. Уже не первый год этот спектакль активно приглашается на очень разные площадки, в очень разных условиях. Приспосабливаемся прямо, что называется, с колес. Это трудно и это очень интересно. Как природа с нами сотрудничает во время представления. Какие препятствия, какие сюрпризы, какую помощь она нам представляет. Для меня, повторяю, этот проект очень любопытен. Именно тем, что все время какие-то сюрпризы. Я, проработав в Театре «Кукол» около 40 лет, вот каждый день узнаю что-то новое про то, что может случиться при встрече со зрителем и с новой площадкой. Как вам наша площадка? Трудное. Трудное, конечно, потому что ни фото, ни видео, которое было предоставлено приглашающей стороной, не дает реальной картины. И приехал к вам за 4 часа, повторяю, мы на месте, что называется, меняли мизоценический рисунок, меняли какие-то пристройки. И повторяю, опять же, для меня это интересно. После выступления костромские артисты получили в свой адрес громкие плависменты и неподдельное удивление зрителей. А также приглашение приехать вновь уже с новой постановкой. Светлана Баварская, Александр Кириллов, телеканал Фурманов ТВ.